Добрый день всем! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я начинаю новый проект. Это будет блузка рубашечного стиля. Мне как-то в руки попало платье-халат с большой сборкой по линии талии спереди и по линии лопаток на спинке. Люблю переделывать такие вещи, потому что ткани много, сборка берет много тканей и получается хороший отрез. Итак, вот это у меня спинка от платья, к которой прилагается двойная кокетка. Вот они две. Вот это юбка спереди и вот таких две полочки. Вторую почему-то не могу тут найти, не вижу. Вот и таких две полочки. Значит, потом, что есть в этом платье? От этого платья есть два рукава. Рукав был, по-моему, три четверти. И вот здесь разрез на застежку. Потом у платья есть воротничок. Скажу сразу, воротничок мне мал. Размер платья примерно 44-46 российский размер, 40 европейский. Вот так потом. От платья есть обтачка. Вот это вот два манжета были узенькие. И не помню, где были два хлястика сделаны. Вот такое платье. И у меня есть два рубашечных манжета с частью рукава. Застежка обработана. Ткань чистый, 100% винтажный хлопок. Потом от этой же рубашки есть кокетка. Есть планка. И есть часть полочки. Делать рубашку полностью такой я не хочу. Во-первых, она будет пестрой. А во-вторых, мне не хватит. Вот я посмотрела примерно по выкройке. Мне не хватает ткани, если не добавить ткань в компаньон. Так. И вот такое вот сочетание я хочу сделать. Значит, дальше что я сделала? Я скопировала выкройку вот от этого кардигана. Вот она скопированная выкройка. Пока ничего не вырезала. Поскольку сейчас буду колдовать над выкройкой. Значит, начну я с переда. Вот у меня перед. Спереди я сделаю небольшую кокетку. Сантиметров 7. Так, 7 сантиметров кокетка. Дальше. Линия заноса. Полтора сантиметра занос. Застежку. Давайте я удлинюю рубашку сантиметра на 2 по центру переда. И укорочу сантиметра на 2 по боку. И у меня будет вот такая вот изгибистая линия. Вот такая вот красивая линия будет. Спереди все. Выточка будет именно такая. Я ее оставлю. Так. Дальше. Дальше спинка. Вот она спиночка. Сейчас посмотрим, как у меня войдет, не войдет кокетка. Если сложить пополам. Просто прекрасно. Просто прекрасно. То есть, можно примерно вот здесь вот линию проводить. и вот до сих пор, что это у нас получится. 90 градусов здесь. Вот как-то так вот. Кокетка. Значит, что я сделала? Я по центру... Ага. Вот так вот. Разбежалась. 2 сантиметра сюда. Так. Пишем в ту сторону. Плюс 2 сантиметра. И посмотрим, как это. И сюда убираем 2. Так, если у нас будет вот так вот по низу идти. Это надо будет скопировать еще с переда, посмотреть. Ну, примерно вот так вот оно и будет. Так. Теперь. Со спинкой все. Теперь рукав. Так, с рукавом. Что я делаю с рукавом? С рукавом получается интересно. В рукаве нужно учесть размеры остатка рукава. Ширина манжеты рукава 6 сантиметров. Высота остатка рукава 12 с половиной. И длина окружности остатка 35 сантиметров. Итак, по низу рукава я вычитаю высоту манжеты. Добавлю 3 сантиметра на напуск рукава. Итого из рукава нужно вычесть 3 сантиметра. Вычитаем. Дальше. Остаток рукава 12 с половиной сантиметров. Высотой минус сантиметр на припуск на швы. Получается 11 с половиной. 11 с половиной. Отмеряю от новой линии низа рукава. Черчу линии. И вот это вот у меня будет конечная линия низа рукава. Дальше. Длина окружности остатка рукава равна 35 сантиметрам. 35 делю пополам. Получается 17 с половиной. 17 с половиной сантиметров. Откладываю по линии нового низа рукава влево и вправо от линии середины рукава. Получаем две точки. 17 с половиной сюда. 35 туда. Соединяю прямой линии. Прочерчиваю заново линию низа рукава. И у меня получается новая выкройка рукава. Вырезаю все выкройки. Чтобы вырезать планку переда, я складываю кальку по линии заноса. И вырезаю головину через два слоя. На левой половинке полочки у меня будет обтачка. На правой я планирую сделать планку. Поэтому на левую сторону мне нужна будет обтачка под форму горловины. Дальше. Теперь мне нужно уточнить линию низа рубашки на спинке. И скопировать ее с линии низа переда рубашки. Итак, подклеиваю к спинке кусочек кальки. Накладываю выкройки друг на дружку. Перед шире спинки. Но тут надо как-то приноровиться. И прочертить новую линию низа рубашки. Рубашки так сделано, вырезано. Можно раскраивать. Ну вот, выкройки готовы. Можно начинать смотреть раскрой. Перед тем, как отрезать кокетку переда, напишем со стороны проймы, пройма, со стороны горловины, горловина, плечо, вот это к полочке, долевая нить параллельно линии середины и линии заноса. С кокеткой спинки все и так понятно. Я пока не решила, буду ли я делать литочку на спинке. И так, раскрой. Из спинки платья получился перед, со всеми подбортами, загибами и припусками на швы. Из передней части юбки получилась спинка тютелька в тютельку. Это я про высоту сейчас рассказываю. Вот из остатков рубашки получились кокетки. Причем довольно-таки легко. При монтаже увидела, что не был показан воротник рубашки. Воротник уже был готовый. С рукавами пришлось поколдовать. Они у меня сборные по максимуму получились. Потом пламка цельнокрайенная с подбортом получилась тоже легко. И вот давайте я про планки, про подборта сейчас и поговорю. Ну вот мы и добрались до обработки бортов. Бортик приточной я подготовила. Ширина планки 3 сантиметра. При припуск на шов 1,5 сантиметра. Нужно высчитать ширину, которую мне нужно срезать. Ширина подборта на выкройке 6,5 плюс 3 сантиметра планка. 9,5 минус 1,5 которые мне нужно оставить на шов. Получается 8 сантиметров. 8 сантиметров мне нужно срезать. Вот прикладывается планка. Немножко с напуском. У меня планка длиннее, чем сам борт, который мне нужен. Потом я подровняю. Сейчас я приколю и приточаю в шов, в старый шов притачивания. На второй полочке я приклеила клеевую и заутюжила. Заутюжила неправильно. Мне нужно будет переутюжить. С какого-то перепугу я решила, что у меня вот эта линия середины. С какого перепугу? Заутюжила по линии подборта. Обметаю срез. И надо будет сточать выточку. И полочка будет готова. Так, ну что мы имеем? Количество деталей рубахи сократилось до трех. Два рукава и, собственно, рубашка. Вот так это выглядит. Ну и как вам? Ну и сюда как-то куда-то фрагментарно добавится вот это кружево. Вот сюда. На кокетку спереди, на кокетку на спинку. На воротничок. Вот таким вот образом. Кружево будет пришиваться вручную после того, как вся рубаха будет готова. Не хочу загонять хвостики листочков в швы. Хочу, чтобы они были все снаружи. Значит, спинка получилась из двух деталей со швом по центру. Кокетка двойная. Шов закрыт внутрь. То есть стачивается три детали за раз. Спинка, кокетка. И все это заворачивается. Шовчик находится внутри. Вот он. По полочкам выточка. Борт 6,5 см ширина. Обметанный, укрепленный. С этой стороны планка. Укрепленный. Обметанный шов. Здесь шов заутюжен. Закрывается. И вот здесь будет проложена отделочная строчка. То есть вот здесь вот будет все чистенько и закрыто. Дальше. Воротник. Поскольку воротник уже готовый был, сшитый, отутюженный, у меня получилось его приточать в один прием одним швом. То есть я приметала вот эту сторону к блузке частыми, частыми стежочками. Потом приметала часто, часто сторону, которая выходит на лицо. И потом проложила единую строчку, одновременно притачивая деталь с изнанки. Строчка получилась все ровненькая, аккуратненькая. Значит, теперь втачиваю рукав, обметываю низ и подгибаю низ на сантиметр. Здесь углы уже обработаны. То есть складывается лицом к лицу. Как бы выворачивается. выворачивается, прострачивается, аккуратно выворачивается уголочек, утюжится и подборт обработан. Вот он, чистенький. Значит, мне осталось обметать низ, подшить низ, вточать рукава, пришить кружево, выметать петли и пришить пуговицы. Все, пошла работать. Ну вот, рубашка и готова. Получилась она интересной. Ее можно надеть под условный жилет, можно к образу добавить условный ремень, добавить какие-то цепочки, подвески и напоследок маленькое объявление. Мой канал YouTube плавно переселяется на RUTUB и на российскую платформу. Если кому удобнее меня смотреть на российских платформах, открывайте шапку профиля, переходите по ссылочкам и подписывайтесь там. Ну, а на сегодня это будет все. Я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего, доброго и до новых встреч. До свидания.